Другим темам. Мы продолжаем рассказывать о наших земляках, участников Великой Отечественной войны, которых в преддверии Дня Победы продолжают чествовать в подшефных предприятиях и организациях. Радуют свои заботы ветеранов и работники ДЧС Алматинской области. Бойцы противопожарной службы в очередной раз придирчиво осматривают технику и наводят последний лоск на тирай, и без того всегда чистый автомобиль. Такая дотошность понятна. С минуты на минуту сюда должен прибыть участник Великой Отечественной войны, ветеран противопожарной службы майор Егор Далидуда. Глядя на его строевую выправку, трудно определить возраст. В свои 88 он сохраняет здоровье и любовь к спорту. Уже в актовом зале после строевого смотра ветеран углубляется в воспоминания, но говорит он не о ратных подвигах, а о великом едином народе, который смог дать отпор интервентам. С фашистами Егору Степановичу повоевать не удалось, зато пехотинец на всю жизнь запомнил японских камикадзе при освобождении Манчжурии. Но главная страница его истории – противопожарная служба. Боец один, у него отец в пожарной команде работал начальником к части. Я к ним поехал и устроился в пожарную часть. Потом у нас в Казахстане работали? Нет, нет. Потом меня направили в училище Свердловское пожарное ПТУ, СПТУ. Свердловское пожарное технице я закончил там, звание присвоили лейтенанта, приехал Кемерово, и дали, а тогда по направлениям направляли. И мне дали направление в 68-м году в Казахстан. В честь ветерана сегодня добрые слова, цветы и поздравления. От имени коллектива ему была оказана материальная помощь, собрана внушительная продуктовая корзина и подарен новый костюм, который Егор Степанович обязательно наденет на бриллиантовую свадьбу со своей 90-летней супругой. Но главным подарком для ветерана, безусловно, стал детский концерт, вызвавший немало добрых эмоций. Ознакомился бравый майор и с пожарной техникой, особое внимание уделив боевой амуниции. Следует отметить, что Егор Далидуда имеет звание чемпиона СССР по пожарно-прикладному спорту, а потому никогда не упускает возможности посетить спортивные дорожки. На сегодняшний день под опекой служб ЧС области 10 участников войны и приравненных к ним лиц. Есть у службы и своя ветеранская организация. Под занавес встречи растрогавшийся ветеран войны и противопожарной службы запел одну из самых любимых фронтовых песен, с которой и идет по жизни.